добрый вечер на последнее время это движение неедине приобретает в общем-то достаточно широкий размах это не только в россии это и в америке и в европе и в азии везде есть и это чем они интересны что так привлекать людей неедине дело в том что при неедине у людей возникают много положительных событий в частности проходят застарелые болезни различные могут проходить опухоли восстанавливаются органы чувств например люди которые рождены были от рождения слепыми начинают видеть далее не еды они перестают спать но неедине это не просто вот не есть потому что надо не есть и не пить тогда это неедине и у них автоматически потом пропадает желание спать то есть они не едят не пьют и не спят и все время бодры и полны энергии интересно что с кожи уходят всякие кератоны бородавки попеломы на росты всевозможные особенно на ногах на суставах проходят даже родимые пятна и родинки самое интересное что у них количество лейкоцитов равно нулю то есть у них аргумент чистый ему не надо никого есть то есть ножи постоянно идет приток всевозможных микроорганизмов с пищей с дыханием через кожу они проникают и тем не менее у иетов нет лейкоцитов при этом у них температура тела понижается до 32 а у некоторых еще до 29 градусов цельсия но этого тех которые живут уже и не и не едят столетиями они потому что вы именно принять и не могут жить очень долго на ней едини когда человек у него характер становится очень спокойный спокойно столько но он как бы в таком состоянии существует что благости что ли что к нему приходят звери садятся птицы на него вот когда он в водоеме там где-то к нему подплывают рыбы он их может поднять погладить и они его не боятся у них у не едов дети тоже становятся не едами или мало едами и тоже распространяется силу биологической индукции и на животных на кошек собак дальше дышать они начинают очень редкости мы обычно дышим 6 раз в минуту то они начинают дышать один раз в минуту ну и при определенных методиках они могут не дышать вообще по 4 часа то есть то полнота нами не едини и не питье и не спанье и еще и не дыхание кстати говоря вот один момент еще для неедов до них проходит кариес парадонтоз парадонтит там но все что связано с болезнью зубу все проходит тоже тоже отмеченный факт устанавливаются волосы вот уходит седина ну и вообще омоложение возникает мы думаем что это в принципе новое явление и новое открытие в нашем веке но это не так обнаружено что все дворцы восемнадцатого века в Версале тот же самый зимний дворец они не имеют ни кухон ни столовых не отхожих мест то есть получается что у нас в прошлом предки были не едами в действительности восемнадцатом веке ведь не был в это проводов пользовались водой которая попадала с дождями ну или там какого-нибудь ручья речки брали в воду есть она нужна была но ниже не ели не пили если они встречались тех же царских дворцах там были только былы люди не сидели за общим столом и ничего не ели потом такие вот факты когда зарождался капитализм то есть брали людей на мануфактуры и они работали там по 20 часов ну потом это сокращался рабочий день по восемнадцать там по шестнадцать дошли потом до восьми часов а в ссср аж до шести часов рабочего дня ну правда потом все вернули обратно на семи часов а потом уже на восьми часов и самое интересное что чтобы работать по двадцать часов нужно не спать то есть они были все не едами но нам в силу того что была вот работа по двадцать часов вот в воде там три было перерыва ну как бы перерыва на обед то что мы сейчас называем ну то они ели они назывались просто перерыва ну для того чтобы сменить деятельность если это были детишки но они игрались взрослые могли там беседовать или есть вот постепенно нам в воде ли вот это навязывали нам это еденье потому что если мы посмотрим на детишек они никогда не хотят есть их заставляют заставляют причем иногда просто насильно пихают пищу они никогда не хотят спать ну их в общем то заставляют и спать укладывают а некоторые детишки когда родились они тоже не спят есть которые спят долго а есть которые не спят в этом случае даже прибегают к различным лекарственным препаратам чтобы дети спали это тоже свидетельствует о том что мы ну по детям если судить были не едами когда то ну интересно что вот когда детей начинают кормить детям в принципе надо есть когда вот идет рост материнского молока не хватает раньше до четверых лет наздреваются кормили сейчас до года стали кормить а аборигенные они до сих пор до 8 лет кормят детишек то есть практически когда дети уже становятся взрослыми 8 лет это уже в общем то возраст осознанности и вот кормление это причем подчас насильственное приводило к тому что у нас засорялось межклеточное пространство и сама клетка а когда там она засорялась какой-то пищей понятно что на пище всегда найдутся едоки и в нас стали активно заселяться микробы они для нас сейчас уже облигатны по данным ряда исследователей причем у всех разные я поэтому их и не перечисляю у них у всех разные данные у нас наш организм заселен где-то на 80 процентов но это еще не предел говорят еще больше на 80 процентов микробами то есть вот это навязывание детям еды привело к тому что у нас от неедения организм перешел на едение потому что микробы заселяют наш организм и в общем то имеют такие же права как наши клетки то есть они могут потребовать что-то что им нужно и вот аппетит он формируется в действительности именно благодаря нашим облигатным микробам которые с нами живут ну это различные коки там их много видов которые они не паразитируют они просто едят то что остается от человека то что не переварено вот а у нас поскольку избыток пищи понятно что она не переваривается и потом когда мы уже были полностью поражены этим количеством микроб они требовали все больше и больше питания причем разного разнообразного одни одно хотели микробы другие другого ну и человек ел все подряд хотя у нас вот в древней православии было мы наедине это что такое у нас во время покрова менялась пища с одного бога на другой бог у нас менялся полностью обмен веществ мы ели на покров мы ели на день благоденствия мы ели во время своих имени но это как правило все покровы и ели на день рождения себя и своих родственников среднем получалось раз в неделю в шезницу как раньше жили то есть в шезницу и у нас в общем то желание ходить туалет не было поэтому отхожих мест в дворцах нет когда в общем то человек там мог переесть мог в конце концов сходить туалет но это было раз может быть в шезницу ну или сходить по маленькому то тоже раз в шезницу как в общем то сейчас малоедов это наблюдается потому что у нас наряду с неедами присутствуют и малоеды как сейчас они переходят на малоедение в принципе методика достаточно простая они просто перестают есть и пить сначала 1-2 дня ну сколько выдержат потом немножко поедят снова не едят и не пьют два-три постепенно увеличивая это число дней и суток то есть пять дней там шесть дней семь дней ну один раз они поедят ну и в конце концов организм очищается и в общем то неедение становится для них обычным явлением легче всего конечно переходит на неедение сыроеды мы в действительности были сыроедами нас не варили пищу варить начали с 1870 года когда прошла эпидемия холеры и выяснили что для того чтобы не заболеть ею достаточно сварить пищу поэтому с 1870 года у нас внедрено вареное едение а вареное едение как известно оно вызывает во-первых запах может говорить что нееды благоухают да и самое что интересно когда внедряли допустим мыло и мытье северным народом они тоже не моются нееды тоже не моются они начали умирать потому что мыло там всякие антисептики прочие вещества вводят которым как раз северные народы были не приспособлены и то что у нас люди жили очень долго по многому это во-первых благодарение и не питье с одной стороны а с другой стороны малоедение оно было определено вот как раз вот этими религиозными празднествами когда меняли в общем-то тип обмена веществ на встречах на балах на тех же но у нас еще были бани бани были их сейчас называют римскими банями но вряд ли римские потому что они у нас находятся находили и башкирии и в европе то есть во многих местах на территории россии раскопаны эти бани там были снаряды спортивные ну были бассейны в которых купались люди не было тоже ни кухон ни варки ни жарки ничего не было люди просто общались играли в разные спортивные игры вот ну могли воспользоваться библиотекой потому что баня была в общем то местом отдыха жителей данного поселка ну или данного района в городе хотя города у нас они все равно были сельского типа потому что там дома строились не такие как у нас многоэтажные дома обязательно был саник обязательно был огород и строительство домов оно было не такое как сейчас вот этих углов как у нас сейчас есть углы эти они же втаскиваются в нас энергии если вы посмотрите на руку например вы увидите что у нас идут сполохи этот эффект называется эффектом кириллиан особенно если вы там подводите напряжение это все усиливается видно становится уже невооруженным глазом ну то есть для всех потому что не все могут видеть ауру хоть это важно конечно вот она вытягивается энергии из нас нашими современными домами одна из причин кстати говоря старение и смерть но у нас к сожалению все направлено на то чтобы нас травить чтобы нас доить но и убивать в конце концов потому что у нас цивилизация завоевана завоевана римской и рамейской империи это две разных империи почему у нас двуглавый орех для одной и другой страны завоевательницы а лучше сказать цивилизации завоевательницы мы думаем что вот раньше была охота люди охотились за мясом но охота на волков была там на разных малосъедобных животных ну да сейчас все едят конечно но и волчатину некоторые едят хотя она но не приняты ее есть но в основном охота была видна только потому что когда внедрялось католичество люди уходили в леса а поскольку они могли оборачиваться в разных животных ну поэтому и водилась эта охота а не потому что людям не хватало мяса дечи было много но никто ее не ел мясоедение у нас было ведено начале двадцатого века именно через это было был день мясоеда и потом уже постепенно сейчас уже мясо стало для некоторых мороктов традиционной пищей вот хотя сохранилась вегетарианство то есть только растительная пища даже фруктоеды есть отдельно только фрукты есть те которые только овощи едят но овощи кстати говоря предпочтительней у нас в силу того что сейчас мы стали едами у нас в общем то пища забивает наш организм где-то двадцати годам после после чего начинается интенсивное старение и ввели нам эту пищу исключительно для того чтобы мы жили поменьше побольше страдали и набирали головах которым так нуждаются наши завоеватели поэтому в общем то введено столько всяких вредных веществ в нашу пищу введены эти супермаркеты кто вправе что люди выращивались и что надо у себя на огородах а этого кстати говоря немного было надо ну и потом у нас ведь в девятнадцатом веке в начале девятнадцатого века до тысяча восемьсот сорок седьмого года было тепло и Арктика Антарктика там жили люди ну после того как началось похолодание оттуда началось великое переселение народов почему собственно говоря белые люди до сих пор живут на югах в южном полушарии в Африке южно-африканская республика в южной Америке там Бразилия Аргентина там 80% белого населения в юг Индии ну и вся Австралия там живут белые люди хотя присутствуют и аборигены ну как мы сейчас называем потому что они ушли с Антарктиды в северные народы в северном полушарии они тоже разбавлены очень сильно белым населением которое ушло с Арктиды с Арктиды но которые сейчас Атлантидой называют потому что там четыре острова которые в общем-то затонули из-за того что там образовались ледники но это после ядерной войны случилось в 19 веке которая тоже состоялась между завоевателями ну и нашей цивилизацией и вот для того чтобы нам не умереть потому что воротная вена которая собирает кровь с кишечника не может ее протопнуть через забитую печень вот формируются два отростка от этой половины которые впадают в вену идущую у нас сначала в малый круг кровообращения в большой то есть не очищенная кровь попадает в большой круг кровообращения и в принципе настраивает начинается мощное старение которое в общем-то к 60 ну даже к 50 иногда годам приходит к смерти у нас была традиция очищения организма очищения печени очищения почек сохранившиеся индусов в адхарваведах например потом аюрведе то в общем-то традиция очищения описана ну современная наша цивилизация и современные они в принципе не пропагандируют это но кроме отдельных выдающихся личностей которые узнали познали секрет и в общем-то положительные эффекты от этих вот очистительных мероприятий почему у нас происходит старение дело в том что когда пища попадает в желудок вот мы же не контролируем у нас аппетит аппетит не нами создаваемый не нашими клетками у нас ведь 80 процентов как уже сказал сказано это это не клетки нашего организма именно они формируют наши потребности в питании в питье и прочих вещах и поэтому естественно желудок желудок перегружается перегружается а у нас пристеночное пищеварение и у нас получается что только при стенках произошло переваривание в центре желудка несмотря на то что это мускульный мешок и он постоянно пытается мешать пищу но когда он растянут то у него это плохо получается все это поступает в двенадцатиперстную кишку которая тоже забивается пищей из желудка в двенадцатиперстной кишке у нас поступают панкреатиновые соки те которые перерабатывают углеводы и поступают желчь с другой стороны двенадцатиперстной кишки которая омоляет жиры ну то есть перерабатывает жиры но в силу того что опять же она забита во-первых соком трудно пробиться ну а во-вторых у них много пищи а желудок реагирует только то что при стенках опять же да вот поэтому не переработанная пища попадает в тонкий кишечник а вот тонкий кишечник он у нас ну если смотреть по детишкам он у них всего в сантиметр диаметр а у нас он несколько больше у нас и полтора и два и даже два с половиной может быть ну на разных участках в тонком кишечнике происходит дальнейшая переработка пищи то что не переработано в желудке и не переработано в двенадцатиперстной кишке в тонком кишечнике перерабатываются и углеводы и жиры и белки все это попадает в конце концов в толстый кишечник а в толстом кишечнике в толстом кишечнике понятно понятно что в таком кишечнике сложно что-то вообще всосать и там начинаются все гнилостные процессы там разношаются различные уже патогенные микроорганизмы ну и не только патогенные туда попадают и глисты то есть черви которые все это охотно поедают помимо этого у нас глютен который входит в ряд злаков например в пшеницу в рожь в ячмень и это пища которая тоже попадает к нам в желудок мы в основном пшеничный хлеб едим ну и ржаной но там тоже глютен глютен обладает одним очень неприятным качеством он блокирует наши синтетические способности кишечника и более того он истончает стенки кишечника часто бывает пробадение если человек очень сильно увлекается вот этими глютена содержащими продуктами у него происходит может произойти пробадение кроме этого нам внедрили еще посленовые которые мы не хотели есть и до сих пор люди рождаются которые не могут есть помидоры или там баклажаны вот потому что это все солонина содержащие продукты питания вот или перец как там допустим ну черный перец он не относится к посленам у нас картофель перец баклажаны и помидоры это вот посленовые он содержит этот солонин это очень неприятный алкалоид который в общем-то ну во-первых нас подсаживают и на другие алкогольные напитки которые кстати говоря были когда-то не алкогольными а стали алкогольными буквально за вот двадцатый ну и конец там девятнадцатого века ну например тот же сбитень да на наших глазах из обычного напитка превратился в алкогольный пиво превратилось в алкогольное кстати водкой той же называли живую воду вот а спирт вообще это считается дух когда мы тоже потребляем спирт и спирт получался благодаря сбиванию воды пахтанию так называемым когда появился дух воды мы его выпивали и у нас духовные силы росли за счет этого вообще у воды есть более 30 названий это все старинные вещи старинные названия там и початая вода и живая вода то есть названий много и они все несли какую-то функцию на себе и разными способами получались все вина которые мы сейчас употребляем они все были чудесными в свое время тот же когор он давал знания ликер он подключал в принципе то что мы называем архи но у нас если подключение к воде это когор то ликер это подключение это не алкогольный напиток ликер к архи а когор тому что мы называем сейчас хроники акаши то есть к воде но некоторые нам давали возможность телепортироваться напитки некоторые там делали нас легкими мы могли ходить там по воздуху или по воде то есть разные напитки имели разное свойство именно такие напитки у нас распивались на вот этих балах для того чтобы что-то знать или что-то улучшить знания они сложно получается и поэтому готовиться к этим празднествам этим балам была проблема то есть нужно было много людей задействовать и это делалось все на природе а не на кухне потому что там нужно и солнце нужно и проточная вода то у нас водопродов не было поэтому все это в общем-то и происходило у нас из-за того что вот это пристеночное пищеварение да пища не перерабатывается и пища сбивает наше все межклеточное пространство и избивает клетки клетки ведь они питаются дышат и выделяют в одно и то же место межклеточное пространство когда перестает оно работать клетки в принципе задыхаются и постепенно отмирают поэтому одна из причин нашего старения и смерти это как раз переедание когда человек переходит на неедение малоедение то есть он обязательно надо не пить вот в этом случае вот этого явления старения и избивания организм не до переработанной пищи не происходит у нас не случайно появляется так называемое когда белые коренные тельца откладывают весь кишечник чтобы не впитывать вареную пищу потому что вареная пища воспринимается нашим организм как яд это явление получил название пищевого лейкоцитоза то есть увеличением белых кровяных телец в крови после приема вареной пищи и поэтому в общем то у нас такие вещи происходят пищевые лейкоцитозы когда человек вообще ест вареную пищу особенно на детях это видно они срыгивают и кают но это все причина это вареная пища или когда у нас вот перед желудком есть сфинктер когда вот пища не нужна но нам не соответствует нам особенно это вот картошка мятая пюре так называемое когда человек ее ест этот сфинктер закрывается и нам трудно глотать становится и мы тогда запиваем а это все признаки того что еда особенно вареная не наша еда и вообще это не наш пища это не наш мы не должны есть в реальности у вареноидов очень портится характер и вот великая княжна анастасия писала что но в своем дневнике что вот именно после этой эпидемии холеры когда все стали варить у них отношения внутри семьи резко испортились муж ее обвинил в измене хотя он сам ставил ей рога а она ему не изменяла кстати ну как она пишет и более того он ее обвинив в измене публично и она была отлучена от общества вот она не могла нигде появиться вот ну и потом естественно развод и вот это ругань которая царит обычно в семьях сейчас это плод как раз употребление вареной пищи ну а те кто не только на сыроение перешел но и перешел на неедине даже когда были застарелые конфликты но особенно там дети и родители вот все эти конфликты уходят люди становятся комфортными вот у нее около нееда всегда хочется находиться мы его как бы ну высасываем из него энергию а у него ее много но вы знаете по сообщающимся засудам что если где-то воды больше они выравниваются ну и у нас тоже получается самое неед он имеет много энергии он ее с легкостью отдает ну и в общем-то становится в общем-то душой компании потому что он донор когда человек сыроедит ему перейти на неедение гораздо проще потому что нееден оно в принципе очищает организм мы ну можно быстро перейти на неедение но только сыроедение потому что когда человек сыроедит во-первых уходят многие болячки которыми человек болеет уходят вот эти все психосоматические проблемы панические страхи например ну у нас сейчас научились за счет того что безглютеновая и бессолониновая диета лечить такие болезни как это не у нас естественно но наши люди вот лечат такие психические болезни как аутизм шизофрения уникальный депрессивный психоз то есть все оказывается зависит от кишечника понятно что никого не надо насиловать никого не надо особо агитировать просто на своем собственном примере можно показывать что неедение дает и сыроедение дает великолепные результаты и здоровье и в достижении всевозможных целей потому что те которые перешли и продолжают жить на сыроедении они удачливые бизнесмены неплохие и хорошие творцы различных произведений ну то не только там художественные или там писательские или там артистические достижения но во всем это отмечено отмечено самими ну я не говорю про веганцев про веганцев нету информации нет я говорю только про сыроедов про сыроедов и неедов то что у нас люди жили долго очень остались такие факты как титулы дело в том что сейчас у нас титул дается по отношению к императорскому там двору к императору к самому ну или там бояре говорим дворяне дворяне да но это было якобы сословие то есть приближение императору бояре это в действительности вообще не сословие это конфессия те которые были крещены бояну потому что те же болгары неград боляли но бояна он известен тем что он выступил свое время против яромага или яромага как сейчас говорят для того чтобы не убивать людей усыплять яромаг разрешил убийство разумных существ ну а баян воспротился но у него баян то он получил когда он объединился с Владимиром а до этого он был просто ярояр или арий как сейчас мы говорим но потом уже вот появились оболяли ну а у него еще было второе имя сканда и вот албанский народ сохранил легенды о скан великом воине скандарбеке ну скандарбог в действительности и то что вот он завоевал скандинавию в свое время освободил ее ну это вот как раз баян по его имени она и названа у нас была такая традиция называть и реки и горы и места различные именно именем героя какого-нибудь полководца какого-то у нас например Нева названа в честь Александра Невского Невского он назван потому что у него имя-то Симонепп православное имя вот и окончание Нев в честь него и Неву назвали ну и сам Петербург как выяснили петербургские новохронологи назывался Александрией на что указывает та же самая Александрийская колонна заметьте не Александровская а именно Александрийская колонна стоящая на царской площади около Зимнего дворца и там сейчас ангел а когда-то был Александр Невский в честь него в общем-то Александрия была названа в честь него еще 30 городов по всей в принципе нашей планете имеют название Александрия в том числе и Петербург ну и поэтому Баяна Скандинавия так в общем-то и назван Волга была тоже названа в честь Воли где она же раньше называлась Ра Яик который назвали Уралом потому что Урал Салават Юлаев а потом этот Кайтукин Пшапшока дальше откуда Шока кстати идет это все назвали честь Урала в принципе Уралом и горы назвали Уралом и Яик был переименован Урал ну потому что это наши герои через них в общем-то и некоторые местности правда у нас пытались всегда их переименовать и переименовывали но когда вынуждены решивать римскую историю к истории Руси да тогда в общем-то вернули эти названия для того чтобы в общем-то подчеркнуть что они не против и даже за потому что это якобы и их история но это уже как бы другой аспект значит по поводу титулов у нас был титул хет хет или гет целая народность якобы народность геттов у нас была в центральной Европе ну причем там где у нас донские земли краснодарские земли вот тут геты были это те которые жили по пятьсот лет а у нас всегда преследовались долгожители после того как мы были захвачены долгожительство не приветствовалось были созданы специальные зондер команды которые уничтожали людей достигших большого возраста поэтому сейчас люди которые по многу лет они не светятся они знают как жить долго живут так долго но никому ничего не рассказывают почему хэд потому что буква херь то что мы хэд называем сейчас она называлась херь вот она как раз свидетельствует о человеке это человек который простёр руки вверх и растаял ноги хэд так и напоминает и у нас получается что этап а этап это 500 лет а почему 500 лет потому что у нас эпоха длится две тысячи лет и состоит она из четырёх этапов человек достиг этапа он хэд прожив этап а когда он проживал эпоху он становился хэпом ну у нас в английском языке хэпи есть слово означающее счастливого а вот хапуга у нас в русском языке осталось это тот который прожил эпоху и идёт по дороге хэпа поэтому хапуга ну естественно она сегодня имеет отрицательный смысл но у нас все слова которые в общем-то были для нас сакральными они все сегодня имеют отрицательный смысл к сожалению те кто прожили эру которая состояла из двенадцати эпох а у нас вы знаете двенадцать задекальных созвездий они кстати задекальными созвездиями названы в честь того что у нас убрали богов владимир убрал богов но сначала ввел шесть богов это владимирский пантеон так называемый а потом их убрал сделал видное божие и ввел тогда талмуд а вообще когда убрали богов вместо них поставили деревья потому что у каждого бога был свое дерево свой овощ свой фрукт и так далее вот и поэтому зодиак это садик слово садик вот это зодиакальное созвездие у нас в принципе есть эра когда солнце у нас каждые две тысячи лет стоит в одном созвездии и когда оно обходит все зодиакальные созвездия проходит двадцать четыре тысячи лет не сто пятьдесят миллионов про которые нам рассказывают вот двадцать четыре тысячи лет вот за двадцать четыре тысячи лет солнечная система облетает нашу галактику не за сто пятьдесят миллионов лет все расстояние которые сегодня из обнаруживает или вычисляет современная астрономия современными методами неправильными методами получается сумасшедшие расстояние до звезд в реальности они не такие уж и далекие двадцать четыре тысячи лет пожалуйста мы облетели всю галактику в нашей солнечной системе которая летит со скоростью 30 км в секунду вокруг нашей галактики так вот кто прожил эру они становятся херами ну у нас вообще хер она это не совсем буква х это именно буква х между г и х это сирском осталось языке и украинском это буква а в гер вообще это уважительно отношения но в тех же германцев сохранилась да и они названы германцами потому что там были жители керы которые жили по 24 тысячи лет больше даже и вот 24 тысячи лет герцоги там допустим да они бы жили в Европе но не только в Европе по всей земле вот но это эра это не предел наших титулов кто проживал 4 эры это назывался эон и кто прожил он назывался хэон ну современная хан сейчас считается что это какая-то восточная должность или там титул в реальности это человек который прожил 4 эры это 96 тысяч лет но если вспомнить вот старую историю вавилона там 7 царей 7 царств потому что там было у евреев тоже было сначала 7 царств и сейчас много царей вот ну и у нас тоже 7 царств и потому что у нас 4 ивана 3 василия тоже 7 царств и осталось сохранилось даже в официальной истории и поэтому ханы они в общем жили 96 тысяч лет и в принципе вторжение даже нашу землю их завоеватели они тоже жили постолька же потому что вот эта жизнь короткая которую нам навязали потому что смерти действительности нет она не обнаружена ни у одноклеточных организмов ни у многоклеточных простейших ну типа гидры там дождевой червяк там они разделивших они снова живут и они не стареют вот они живут а сейчас обнаружили еще ее млекопитающих отсутствие смерти так названной голой землеройка например она тоже может жить и не умирать и неизвестно сколько она вообще живет у нас все кто сохранил акцепитальный рост это непрекращающийся рост рост наших предков по 20 50 100 и более метров говорит нам о том что они жили по миллиону миллиардам лет они все живут вечно у нас деревья практически все обладают акцепитальным ростом им не дают просто жить срубая потому что говорят что они старые но это не так у них кора она может вообще окаменеть тем не менее внутри поскольку остаются сосуды которые качают наверх за счет этого капиллярного эффекта воду вот они в общем-то могут расти до бесконечно больших величин не зря что у нас обнаруживают по нитам по 70 метров такой пень найден например в Соединенных Штатах на котором сделали сейчас кафе и танцплощадку но это не предел те же городиала например в тех же Соединенных Штатах там 800 метров пень а у нас пень вернее диаметр ствола относится к длине ствола как 1 к 40 ну и прикиньте 800 метров умножить на 40 сколько получается километров 32 километра но это не предел у нас найдены пни по 40 километров это в Омске в Омской области понятно что деревья такого плана они постоянно росли и у нас такому явлению склонны те же газы например у которых малые маленькие листочки у которых малые листочки им разрешено было расти а вот широколистенному лесу не очень потому что у нас когда были заповедные леса были очень гигантские деревья и были широколистенные которые внизу росли у них почему широколистова потому что ну там было темно и единственное спасение было то что создавались у нас сейчас все фрукты вообще вообще деревья все гермафродиты а вообще были морской полу растений и женский и у фруктов были женские фрукты и мужские фрукты но это во-первых половой деморфизм усиливать если их потреблять в пищу но во-вторых дает возможность светиться вот когда происходит созревание то есть цветение растение светится ну мы это естественно не видим мы лишены зрения сейчас диапазон многих хотя в русском языке эти диапазоны обозначены сохранились и поэтому в общем то внизу у нас было всегда светло светились растения когда кстати говоря еще были заповедные леса у нас эти росли и фрукты и овощи ну все росло вот и в лесах сейчас такого нет изобилия как заповедных лесах поэтому у нас все кто ходил в лес те же самые православные люди они могли там легко в общем то найти себе пропитание если оно было им нужно да и звери тоже у нас мы считаем что волки там это все хищники там кошки ну кошачьи они нет и если их сразу кормить овощами и фруктами они будут ухода еды овощи едами они не будут есть мясо ну и у нас канадский волк например он же не ест мясо он ест фрукты и овощи хотя ему сделали такую вот пасть для того чтобы в общем то ну не у всех кстати говоря которых мы называем хищные вытянутые челюсти некоторых и короткие кстати говоря вот по поводу титулов продолжим дальше на хане у нас не останавливалась в санскрите сохранилось понятие кальпы это день брамы в санскрите кальпа у нас калопа вот кто прожил калопу а он как пишут веды это 4 миллиарда 300 миллионов лет день брама они получали титул халопа сегодня этот термин обозначает у нас раба но в реальности это термин который обозначал человека прожившего калопу потому что если человек приходит к нестарению а это случается как правило при достижении 34 градусов нашего нашей температуры но у нас температура на поверхности тела 36,6 так вот 34 она дает уже как бы неумирание то есть человек не стареет а у нас и 32 градуса униедов и 29 градусов униедов то есть они вообще заморожены не стареют они могут жить хоть сколько то что калопа была 4 миллиарда а у нас современная наука определила возраст земли всего лишь там 4 или 5 миллиардов ну кто как говорит ну это смешно смешно тем более у всей вселенной определили возраст 7 миллиардов лет это совсем смешно по какому-то атому кобальта определили жизнь целой вселенной даже не планеты там не звезды или звездной системы какой-то вселенной где миллионы этих галактик метагалактик конца вселенной до сих пор никто не видит ни в какой телескоп земля в действительности существует как минимум 4 кварталя на лето это получается по той пыли которая падает в год на нашу планету и которая вызывает рост радиуса ну и диаметра естественно нашей планеты 4 кварталя на лет но самое интересное что та же самая веда говорит что есть еще год брамы а год брама длится полтора ваталиона лет то есть это царь титул царя он прожил цару вот такие были возрасты у наших предков и надо отметить что есть вот чудесные числа ну у нас используется ну и говорится только о числе 1,618 ну и действительность если взять яйцо допустим курицы померяем диаметр там два диаметра да вертикальный один горизонтальный диаметр вот они между собой отношения 1,618 это чудесное число у страуса померить если там 1,465 а у нас был в общем-то каждый господь или господарь правильно говорить то есть руководитель кона или пантеона у него 1,465 и у нас у каждого кона были свои цели если в первом коне было бессмертие достижение физического бессмертия и чудесное число это был господарь чудесное число было 1,618 это число и красоты вот и ума потому что у нас сохранилось выражение Ярослава Мудрого если хочешь быть красивым бегай если хочешь быть сильным бегай если хочешь быть здоровым бегай там 1,618 хочешь быть здоровым фактически хочешь быть бессмертным да 1,618 господа а второй он у нас был дый и он отвечал за совершенствование и его число было 1,465 это тоже чудесное число так вот устраус 1,465 давало безмертие ой совершенствование безграничное совершенствование и вот самое интересное что для каждого числа для каждого кона было свое чудесное число ну то есть у нас кон 1 1,618 кон 2 1,465 кон 3 где созидание было главной целью кона 1,380 и так далее а до числа 40 было 1,07 чудесное число а вот 40 это число оно выпадает из общего счета потому что мы говорим 20 30 и дальше должно сказать 40 а говорим 40 потому что это число царя вот у него 1,07 и померив отношение горизонтального диаметра к вертикальному у человеческой яйцеклетки мы обнаружили что у него отношение 1,07 то есть получается что мы потомки царей титулы конечно на этом не останавливается они идут дальше там бейсар три сары так далее и это они уже уровень повелителей мы же знаем что наши предки в тех же видах названы повелителями вселенных то есть это была первая цивилизация танхеров как их еще называть или цикламенов как их называли римляне которых они уничтожили с помощью апокалипсиса апокалипсис когда погибла не только наша цивилизация можно сказать гекат танхеров но погибли и смирные цивилизации находившиеся на наших планетах солнечная система это это тот же который мы сейчас называем фаэтоном планета погибла погибла планета между сатурном и ураном вот погибли спутники у многих планет остались только остатки это астероиды или кометы вот в тех местах ну или в виде колец как у сатурна например да у эпитера тоже кольца там то что четыре планета погибла спутника они были такие же большие как тот же ганимет который даже луны больше вот ну а там основные где-то в порядке луны вот а урана вообще 11 было спутников которые тоже все погибли уран вообще больше всех досталось он перевернулся он перпендикулярно находится к своей орбите то есть эта судьба постигла и фаэтон вот эти все спутники вот и земля тоже пострадала все океаны и моря которые появились на земле именно после апокалипсиса потом когда у нас еще было две луны которые были уничтожены и которые стали падать потом на землю астероиды в результате чего решено было создать купол который обезопасит землю от падения потому что падение в океаны которые заполнены водой падение в океаны приводило к потопам и у нас в одной из книжек французских которые открыл павлюченко олег описано шестнадцать потопов поэтому и строили купол который в общем то сейчас до сих пор существует и про который нам знать естественно нельзя потому что нам внушает все время что прошлая цивилизация это примитивный каменный век в реальности каменный век это век высоких технологий то что у нас до сих пор обнаруживают в общем по пятьдесят минералов обнаруживая во всяком случае в прошлом году было по пятьдесят минералов новых а их уже два миллиона и соотношение веществ элементов которые туда входят представляют и чудесные числа и гармоничные числа и управляющие числа ну чисел это много видов все входит в этот минеральные составы которые имеют соответствующие свойства ну например такие при некоторых сочетаниях некоторых минералов между собой они начинают светиться и вот этим составом обмазаны практически все пещеры но это не пещеры это были ходы подземных городов там было всегда светло от того что правильно было сочетание минералов так открытие было сделано и в институте света в свое время в ссср ну понятно что сейчас все это похерено все забыто и вот этот высокий уровень нам пытается всегда скрыть поэтому нас закапывают и воруют эти скелеты больших больших нас ну я в книге своей хрониковой коруси привожу найденные черепа например целый самосвал туда и не власят но это как раз титаны или допустим там 6 метров 8 18 метров как в Кишиневе например открыли когда рыли водопровод но где эти все скелеты их нет то есть все дело для того чтобы мы ничего не знали о своем прошлом и о своей истории то же самое не едини мы не должны этим знать но его снова открыли люди все равно приходят к тому что было а сейчас я отвечу на ваши вопросы подскажите пожалуйста можно ли делать сухое голодание преодоленным желчным но почему нельзя видите если от желчного там хоть что-то осталось он может восстановиться такие факты в общем-то известной медицине но и не только и почки могут восстанавливаться удаленные и половые там гениталии когда удаляется тоже восстанавливается при удаленной матке например женщина ну там за счет как раз питания восстановила матку вердела такой вот случай тоже описан как вы относитесь к 13 знаку знамени носятка вы считаете медь способна чистить воду из-под крана до такой степени чтобы читать воду после ее хранения в медном кувшине даже полезно для организма человек аристотель засыпал с медным шариком ладони ампидок носил медные сандалии как нам сообщают исследователи античности но смотрите у нас 24 тысячи лет и родиться с хвостиком вот этот хвостик но вот говорят змееносцы ну в принципе правильно потому что не чистых 24 тысячи лет у нас и тоже не 360 ровно год дней да а 365 и 5 дней у нас русалия шизница ну и здесь то же самое вот теперь что касается меди меди в действительности как и серебро очищает вот и в общем то хранить воду в меди но она дает привкус к сожалению потому что вот серебро не дает почему-то но очистить полностью я не думаю что она способна по той простой причине что сейчас постановление верховного совета нашего вернее думы они приняли такой закон что надо все водоемы для питья которые используются ну не отравлять а помещать туда антибиотики антибиотики убивают у всех иммунитет мало того что мы в детстве получили 26 прививок за год то есть став так сказать более-менее взрослыми двухлесными детьми мы уже имеем убиты полностью прививками именно иммунитет поэтому медь не очищает от антибиотиков там нужны фильтры с молекулярной очисткой воды где только вода проходит а насчет того чтобы спать с медным шариком как говорят дело в том что у нас цен допустим и нет это пара которая создает слабые токи вот если вы делаете создание какого-то органа у себя нового да как у нас был врач тогда вот это работает а если вы просто одно возьмете медь ну она может работать но очень медленно и очень мало и неэффективно вот а вообще малые токи малые токи они способствуют восстановлению росту и созданию новых органов у нас же органов было гораздо больше чем сейчас раньше поэтому в общем то методика достаточно эффективная выращивание там зубов например тех же самых восстановление удаленных там органов внутренних там того же желчного пузыря тех же почек надо кишечник там удаляет он когда про бодение или чем случилось там вырезается кусок и сшивает потом лишь толстой стенка кишечника полезно ли спать днем ну у нас видите организм если не доспал ночью он старается это компенсировать днем ну видите сам сон он не совсем полезен потому что когда человек уходит от сна у него реальность становится иной ну кто золотого занимался может быть это один из первых пионеров ну как бы духовных практик и вот он заставлял людей не спать у них возникали видения и прочие вещи именно чудесного плана по 3 пожалуйста имена всевышнего всемогущего все властители все держатели но я в песнях его всевышнего это приорей вот но остальных если вы пошлете на заявку на второе деление концерта вам сообщат сахарозаменитель со стереей пользователи вред да вроде так то ничего вот сколько раз пользовался этой стереи да но ничего на себе не почувствовал но какие то есть работы которые говорят что все это вредно отражать на организме так что здесь двояко я говорю что ничего но из исследований говорят что очень вредно влияет на поджелуд на поджелудочную железу прежде всего вы рассказывали про людей которые не едят не пьют но без еды еще организм может существовать но без воды ведь тело стоит на 70 процентов из воды и она участвует в большинстве процессов жизнедеятельности организма какие процессы у них происходят в организме у этих людей откуда организм клетки получает питательные вещества но говорят что у нас не еды переходят на эфирное питание у них нет вот этих митохондрий которые ну в общем то представляют из себя иные организмы ну как бактерии потому что у них свое ну ядра нет но свое кольцо с ДНК состоящие которые ну приводят к размножению этих битохондрий у нас в клетках и они в общем то выделяют это АТФ который идет на питание наших клеток на их функционирование и так далее вот у них еды говорят нет этих ну то есть она их убирает как паразитов как облигатных микроб ну в бактерии в данном случае у микроб потому что ядра в бактерии у них вот кольца дело в том что вот доказано тот же профессор Угарев много работал над исследованием нашего кишечника доказал что в кишечнике получается абсолютно все вещества и ферменты и белки и самое главное аминокислоты незаменимые у нас же их ну сейчас только 16 там говорят или 13 вот в реальности это их у нас всего 60 аминокислот из которых состоит наш организм и эти аминокислоты все могут синтезироваться в нашем кишечнике абсолютно все ферменты абсолютно все гормоны синтезируются в кишечнике в том числе там отмечены явления холодного синтеза термоядерного синтеза то есть могут получать любое вещество чего не хватает то же самое и организм тоже все может он божественнее у него вот эта божественность все-таки на тех детях проявляется они не едят не спят бегают и получают энергию потому что как доказала еще Галина Шаталова марафонцы которые бегут на 42 километра они увеличиваются в весе на 2-3 килограмма хотя они ничего не ели увеличили вес то есть организм синтезирует все это эфиром как можно снять пациента с постоянного приема гипертензинных препаратов при хронической артериальной гипертензии если аортальные железы не изучаются а значит не лечатся так они о них ничего не знают это ведь нас веки об этом только знали тут видите какая ситуация понятно что ну все болезни которые у нас появляются лечат какими-то лекарствами простое самое лекарство это чистка кишечника и печени когда их очистишь вот все болезни уходят у нас же вот смотрите сначала было 300 болезней зафиксировано это вот когда ввели этот протокол лечить это начало 20 века 1905 или 1907 год в общем там съехались лекари там ну все и постановили что лечить только по протоколу было 300 болезней уже в тридцатые годы двадцатого века будут три тысячи болезней а уже недавно у нас посчитали сколько выявили болезни их тридцать тысяч в реальности причин болезней всего четыре я о них написал в своей книжке как лечить жильце ну четыре причины всего лишь у нас биться на причины вообще не следует она лечит только симптомы для нее причины они не важны правда находятся сегодня исследователи от медицины которые в общем то честно находят эти причины устраняют и фактически лишают болезнь возможности проявляться и прогрессировать но таких мало хотя становится все больше и больше но с другой стороны у нас дебилизация население тоже не отстает от этого и поэтому среди врачи медиков тоже много очень профанов меня не пустят услуг потому что это реальности так они не понимают что делают они берут протокол по протоколу все делают ну и лечит как правило подскажите пожалуйста что делать со старыми фотографиями людей которые еще живы да пусть у вас хранятся дело в том что вот когда у вас есть допустим бабушки дедушки какие-то вот именно мощи там волосы от них остались там ногти но это все конечно малореально но вообще лучше оставлять вы можете использовать силу времени а человек он временем чем больше он живет тем более у него сил то что те же допустим анты вот у них же тело неимоверное они запросто могут порвать человек пополам оторвать ему голову руку ногу хоть что вот в них стреляешь поле их не берет ударяешь там ножом нож до них не доходит потому что поле очень мощное подскажите пожалуйста свет воздух вода и так далее нужно создавать самостоятельно сателлитно пространство или это пространство неотъемлемая часть нашего мира ну мы же от нашего мира отщепляем пространство которое потом оно само развивается оно само растет вот оно может вырасти до размеров там нашей галактики нашей вселенной и так далее начинается сателлитно пространство там все есть естественная вода вода кстати говоря она тоже неоткуда появляется подчас у нас вот например есть в интернете снимки как откуда ни возьми появляется лед и его много и он двигается я правильно поняла наши создатели родители гекатанхер и наши высшие я должны пройти испытания во многих жизнях обрести функции богов каждого пантеона в каждом круге в итоге лишь избранные станут гекатанхермы и будут создавать свои миры и вселенные да правильно но не обязательно избранные у кого все это мотивированные кто этим занимается непрерывным совершенствованием он достигнет непременно со временем уровня гекатанхера и даже выше по моим ощущениям после каждого сна меняется ветка реальности это так по вашему мнению но там же эмоции во сне это особенно яркие сны в общем то эмоциональное потрясение может быть понятно когда вы встаетесь с этим настроением мир меняется потому что наши эмоции меняют мир у нас почему было развито родение а это в принципе сотворение мира по начертанию планета земля перестроилась изменилась на глобальном и атомарных уровнях и приступила к самоочищению рекордации биомассы поверхностной цивилизации медгард земля цивилизация царства силы людей без души ботов низкочастотных уничтожается а здесь останутся несколько тысяч человек с душой смотри предсказатели Нострадам Скейси Матрона Месси Ванга Виссарион Драган Мальфары шаманы плюс еще более 50 контактеров прошлого и настоящего столетия вопрос какой ваш мотив что вы прикладываете многих силен для спасения вредоносной цивилизации ботов в будущем царстве души они не нужны вы против планов мира высшего суровых проявлений земли в царе других сил находясь в реке жизни разумной плывет по течению и наоборот при попутном ветре разумно ставить паруса а не идти на веслах против ветра все сделано предначертано и известно случайностей нет ну во-первых с чего взяли что предсказатели Нострадамовская Эсси Матрон Мессинг Ванга насчет Виссариона не знаю Андраган тоже Мальфары шаманы плюс еще 50 контактеров про это я ничего не знаю но про этих вот Нострадамов есть которых хорошо изучил я не видел чтобы они говорили о большой сжатве да не говорили о каких-то там катастрофах или еще там каких-то неприятностях но большой сжатве не говорили они не говорили что будут утилизированные кого вы перечислили вот это как раз философия которую нам внедряют иноземцы для которых нужна большая сжатва для того чтобы поролнить свой запас вот этого гаваха понятно они к этому вели это добились фактически да сейчас началась эта большая жатва и война и всякие ковиды ну и прочее те же самые посыпания нас этим фазгеном там хлором ну и прочей гадостью которые травят нас разные эти добавки которые вводят в пищу к нам поэтому спасаться надо всем ну или никому есть исследование что тунгусский был метеорит гравиболит выброс гравиплазмоиды из земли и что после этого движения магнитных полисов земли стали ускоряться а начало движения полисов начали фиксировать с 1902 года и что сейчас все землетрясения происходят как бы вокруг оси вместо срыва тонгусского метеорита южный полис земли насколько это может быть истиной ну как гипотеза она конечно может существовать доказать ее я думаю нет возможностей вот у нас полюса они не столько двигаться сколько перевортоваются потому что у нас переворот произошел 19 веке полюса поменялись и места на это указывает церкви также алтарь на восток а у нас много церквей которые алтарь на запад почему причем есть значит фотографии мест где две церкви стоят одна на запад а другой на восток у старой у старинной церкви на запад а у новой на восток то есть был переворот земли у нас поэтому процессия все еще не закончилась земля так как болталась так и болтается для чего наши предки построили купол но они построили его для того чтобы не падали метеориты потому что у нас была черная луна и была еще лиля черная луна на 22 тысячи километров находилась лиля называлась вторая луна почему у нас кто туда сбежал они называются лили до сих пор они как цыгане с кибитками со всеми значит по жидками ходят по земле но их немногих то что истребляли всегда вот то что они помнят откуда они нам нельзя знать что у нас было три луны вот та которая сейчас осталась ее стали назвать луной в честь дракона китайского самого страшного лунь его называют она называлась вселенная она была заселена и прекрасные были ну там райские кощи но сейчас понятно что ее разбомбили так же как это там же с одной стороны 400 кратеров от ядерных взрывов на другой 200 в общем в сумме получается 600 кратеров по луне нанесли ядерных ударов по земле не меньше но они у нас зарастают затягиваются их не видно расскажи пожалуйста ящик пандоры имеет явление на людей которые находятся в стилитном пространстве например обсуждение или действие или обучение то что тут запрещается делать открыто но в меньшей степени он влияет потому что у нас все пространства влияют друг на друга у нас ведь и сателлитные пространства это фактически углы пространства мы угол смещаем в пространстве в пространствах у нас же как я говорил есть помимо вверх вниз вправо влево вперед назад есть еще шесть всяких направлений ввысь дол выспы сейчас уже не буду ломать голов вспоминать все но еще шесть направлений это не вверх-вниз это совсем другое направление если вы его видите туда встает вставляете руку и рука исчезает у нас к сожалению это видение все пропали влияет ли воздержание на возможности развития личности память обучение изменения своей судьбы так как нужно самому протекущему воздержание возможно ли что половая энергия на каком-то высоком уровне вообще не имеет никакого значения а имеет значение нравственная сила или естество вообще интересно что например на том же неедине у нас половая сила мужчин возрастает небывало то есть человек становится способным совершать мужчина способен совершать половой ад сутки и более понятно такие подвиги не нужны организму для женщины в принципе если правильно все делать достаточно четырех минут но уж мужчина это хватает больше конечно там 20 минут или еще сколько-то уже проблемы сложности ну а 24 часа обычно за два или там три часа у женщин это может быть и поджелудочная вдруг забеспокоить эти все опоясывающие боли возникнут и вообще рвота может вас начаться потому что это не нужно все эти упражнения но тем не менее половая энергия является универсальной есть методы ее накопления но это не половой они не с помощью полового накапливаются вот я не помню писал у меня снега любви описывал я эти упражнения или не описывал я не помню допускается ли развод да и православие да нет конечно ну как вы бросите свою половину с которой вы там прожили сколько-то лет понятно если вы жили все время собачились то и прожили долго собачить да надо было сразу расходиться это такая ситуация но обычно кто на сыроедении или не едини они не собачатся у них совсем другие характеры а почему у нас же видите вот когда мужчин всех уничтожили александра Вячеславовна вела гарем разрешила гаремы и у мужчин он как у Владимира будут 300 жен это столько женщин которые может служить мужчина за два года но у нас потому что 72 часа идет экспериментогенез у мужчин да то есть он только через фактически на третьи сутки становится способным размножаться вот до этого там мертворожденные то есть неполноценные сперматозоиды хотя некоторые мужчины но сейчас как бы это же спорт считается сколько там женщины имела мужчины или сколько там мужчины имела женщин это как бы ну объект гордости это неправильно конечно потому что во первых женщина передает свойства мужчин предыдущих и не с каждой женщиной принципе можно вести половую жизнь если у нее были пьяницы там какие-то преступники злоумышленники еще кто-то то это не стоит делать то что вы получите эти качества если мужчина гулял например да и женщина решила выйти за нее замуж или просто провести с ним ночь да то в общем то все потом мужчины у этой женщины будут гулящими то же самое мужчина если он решил провести ночь с проституткой у которой куча было мужчин его жена будет ну она может не станет проституткой но куртизанкой точно а куртизанка то то что у нас сегодня называют словом начинающимся на б поэтому тут все конечно аккуратно у нас были расширенные семьи вот во втором коне уже можно было объединяться семьям ну то есть это у нас и название там разные были муж там муза жених жена но сейчас конечно все это попутано но я об этом писал в книге опуха рай на земле там потому что в каждом коне были свои порядки свои социальные конструкции и это было для развития нужно а сейчас во первых у нас половым путем посчитано более тысячи болезней передается ну зачем спрашивается вести половую жизнь вне семьи вне брака хотя брак семья это название разных социальных конструкций вообще само воздержание если говорите воздержание но оно пользуется да сизме например да но потом заканчивается очень смешным обрядом то есть много женщины ты должен со всеми с ними спать и закончить на последний там 72 не помню сколько там у них ну то есть воздержание практикуется среди учеников среди но против природы не прерв потому что весной всегда спиртогенез тот же сам усиливается у нас у детишек двадцать лет то генез начинается да и активный синтез тестостерона мужского гормона поэтому не случайно от этого детская сексуальность приводит но она сейчас уже привела фактически к очень ранним половому созреванию и соответственно потери действенности как с мужской стороны так и с женской а дело в том что у нас но это еще с фашистской германии выяснила что если мужчина теряет свою невинность на действеннице у них рождается ребенок с голубой кровью то есть бог который может сразу говорить может сразу ходить может сразу все видеть может предсказывать читать мысли телепортироваться и прочие вещи поэтому не стоит торопиться естественно развивать себе половую силу и созревание быстро потому что у нас в древнице 24 года половое созревание наступало а в 19 веке вообще 72 года половое созревание у нас уже 12 14 лет в странах европы вообще семь лет известный случай когда в пять лет девочки рожают маразм уже это деградация как и кем строились дворцы по россии и всей европе примерно одинаковые по архитектуре и очень красивым орнаментом и лепнины но у нас они не совсем одинаковые у нас около 30 стилей архитектурных это и готийский стиль и рококо и ну их много но это все не наше античная допустим архитектура но надо по всей земле ну потому что анты у нас везде были у нас же Византия наш нас захватило это был первый захват это был Византийский заход земли антами людьми обезьянами ну то их архитектура сохранилась по всей земле одинаковая барокко там рококо все вот эти это более поздние вот те же самые вот готический стиль но псиглавцы и эти там есть еще стиль сейчас просто не вспомню гунны 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 это бочеглавы которые тоже у нас несли католичество вот потому что у них почему католичество в том что у них предводитель был катила ну его сейчас аттилой называют но в реальности это катила поэтому католичество наша архитектура к сожалению не сохранилась она если где-то еще и сохраняется то есть на арктиде там в той же арктиде на затопленных местах она строилась из кристаллов целостных и кристаллы росли сами дворцы росли сами на сказках это осталось что хрустальные дворцы были на земле но они реально были потому что они могли расти сами сдавались по образу тому который представлял человек у нас вообще кристаллы все растут если их питать как раз энергии мысли или биоэнергии они растут и это кстати говоря в алхимии очень сильно применялось в свое время ну и у этих тоже это применяется у староверов стоит ли делать что он прокшаланул если да то как часто можно делать ну можете но кстати я гереть они предупреждают что можете не выйти из меня это правильно потому что человек в реальности не расслабляется никогда до конца если он расслабиться но он может не напрягаться потом вот у нас даже умершие они тоже не расслабляются они расслабляются но не настолько потому что при полном расслаблении вот возникает увеличение веса у человека вот у нас был случай когда сюда приехал как раз из непрописных ну полу непрописных он здесь в Москве подавал дома ехал в Киеве и он умер а ему было 30 лет на вид но он как бы не отрицал что ему 30 лет вот а много что например ногами завязать галстук когда входил в квартиру он зажигал свет не прикасаясь к выключателям или зажигал газ не прикасаясь к газовой плите вот такие фокусы у него это было постоянно вот так вот когда его хоронили унесли 30 человек он весил больше тонны потому что он расслабился но наши ребята вызвали значит фаза его хотели вскрыть почему он умер но они не дали вот он потому что сказал что ни в коем случае меня не скрывайте я потому что живу и вернусь вот ну и вот перевезли на самолете вот там уже его встретили там у них все другие там саван заворачивают и не закапывают а прикапывать слегка прошло но можете делать это в принципе обнуление организма убирать эмоции чувства мысли вот а вообще мы же делали родение вот родение преобразует организм после того как человек умер у него остаются чувства к тем кого он любил при жизни и желание вновь встретиться с ними но у многих да но есть кому они они уходят и вообще не хотят сюда больше возвращаться я таких встречал но человек смерти ведь нет вы вот можете поговорить с умершим да и сказать ему если да то можете мигнуть он может мигать если нет то ничего не делайте мы поговорите да нет в этом режиме правильно я вас понял что доносные люди имеющие отрицательные мысли слова и поступки вибрирующие отрицательные источающий негатив будущее не пройдут сколько людей по вашему мнению останется к тридцатому году приблизительно да и быть что мы не доживем до этого потому что катастрофа связана с тем что мы испытываем отрицательные эмоции и теплород и агистон самозарождается и сейчас вызвал разогревание внутренних слоев нашей коры и поднимается лава который может в 26-м году по расчетам аниниологов уже вырваться через марианскую впадину но вы представляете вышло лава океан скипит но не весят там хотя бы часть скипела но так нас покроет туман водный туман который будет создавать повышение температуры за счет парникового эффекта будет разогревание атмосферы то есть ничего хорошего нас может не ждать вполне возможно до 30-го года мы не доживем ну и самое главное если вот сейчас мы сделали концерт в расчете на то что люди будут знать именно повелителей и использовать их в своих молитвах своих славах и может привести к тому что мы можем остановить эту катастрофу которую нам готовили уже 500 лет наши завоеватели римляне подскажите пожалуйста если происходит землетрясение или какое-либо разрушение затопление и так далее в месте где был создан вход то в сателлитное пространство будет защищено или оно так же пострадает благодарю за ответы но оно связано но не настолько что допустим тот же потоп вторгся в его обычно вот потопник впадает хотя есть оружие то же самое ваджра она может соединить с параллельным пространством море допустим там с нашим пространством и возникнет поток вот эти вещи могут происходить то что с землетрясением землетрясение обычно наказывается тоже за что-то вот у нас допустим все наши неблаговидные поступки ответы но ответка за них приходит в следующей жизни да а вот для стран коллективов все происходит в этой жизни поэтому соединенные штаты придумали например всякие санкции да против нас ну сейчас пожинают у них пожары на атомных объектах грозящие взрывом ну правда пока все благополучно обходится да но сгорит лес еще также все пожары и европа подписала эти санкции тоже да тоже отвечает сейчас же сплошные наводнения по европе идут или допустим ну Турция то есть один из провинций трясло и разрушила столько городов почему ну потому что у нас сначала там пресс возмущалась что женщин которые приезжают в Турцию насилуют убивают женщин девушек потом все это замолкну ну в Турции там местные газеты пишут а вот у нас все молчок и для Турции это стало обычным явлением и чтоб не нарушать бизнес наших фирм об этом не пишут ну и чем кончилось землетрясениями тоже наказание столкнулся с информацией что на дне марсе марианской впадине на глубине 10000 метров находится три города заключенных капсулу с этими городами а этими городами заветуют артурианцы многие и раз и раз и проводят там свои эксперименты вы думаете вы думаете инопланетяне позволят разрушение городов марианской впадения они знают об этом значит созидательное общество сообщили об этом такая фирма есть но исследование то они же все сейчас замалчиваются замалчиваются специально ничего не говорится на же колесо землетрясений в прошлом году только за первую половину у нас обычно 5000 землетрясений в год а за прошлый год только в первой половине 85000 то есть это говорит о том что у нас все очень плохо в дворцах были огромные трапезные комнаты с длинными столами это можно посмотреть в музее ну это во-первых новоделы 19 века причем второй половины в 18 веке ничего подобного не было вот там сейчас и туалеты есть ну в том же Эрмитаже на первый этаж в подвале есть туалет их не было потому что там жереметаж он сделан был 18 веке спроектирован сделан в Версале тоже эти дворцы тоже без туалетов без кухон без всего без печей сейчас сделают даже будуары с ванными то этого тоже не было там много еще новоделы которые пытаются скрыть от нас что было что в действительности происходило скажите как быть с аналексией моя подруга перестала есть ее еле вытащили из того света она весила 38 килограммов при росте метр 65 так она не пила потому что нельзя пить вот когда человек не пьет клетка начинает жадно впитывать воду она ее товсюду берет с атмосферы с афир товсюду и человек который не ест и не пьет он перестает спать у него много энергии и особенно если он еще активно двигается активно двигается у него растет масса наоборот индусы никто благодарил но индусы это в принципе остатки ну и метисы пяти цивилизаций там были хобры там были анты там были змеи люди ну их сарацины там называют но их вот возглавлял калин царь по нашим легендам у них калий и у них последние это торки торки ну сейчас торки говорят вообще торки это грызуны люди крысы иначе люди крысы они во многих легендах присутствуют и у них тоже есть храмы которые посвящены крысам там они разводят их они там лазят везде в том числе и по жрецам ну их кормят разводят священное животное у них пять священных животных а еще коровы тоже священное животное тоже остатки гунов ждать ли землетрясения в Китае но дело в том что в Китае оно было очень мощное землетрясение когда у них была культурная революция десять лет культурной революции привели к огромному землетрясению которое по одним данным семьсот тысяч унесло а по некоторым данным горит о миллионах скрывает просто эти цифры землетрясения после землетрясения 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 как бы не возвращается к этому ну и нам накопить все эти отрицательные эмоции ну на это ходит там двадцать тридцать сорок лет ну поскольку уже время не прошло в Китае иногда случаются землетрясения и время прошло с тех пор как была мощная вот эта культурная революция спровоцированное землетрясение так что сейчас тоже может произойти хотя сейчас не так много отрицательных эмоций среди китайцев все-таки они стали жить хорошо по сравнению с тем как жили вот когда мы жили в Китае моя семья я имею ввиду вот тогда там не приходилось есть что все что шевелится сейчас же этого нет могут ли не дожидать детей да кстати говоря у них вот неидов которые были едами стали неедами дети тоже переходит или малоедами животные тоже которые с ними живут с этими неедами перестают есть скажите пожалуйста если наши предки были неедами или малоедами то чего создали новые виды а для чего создавали новые виды растений как их использовали но для разных новых качеств не для того чтобы их есть не для того чтобы разные качества тот же брикер который подсоединял нам к архи вот или там когор который подсоединял нас к хроникам акаши подскажите отказ сексуальной жизни влияет на духовный рост Валерия она так говорит что разумным существам в этом нет необходимости так же как и в подложении рода хотелось услышать ваше мнение по этому вопросу но я как бы считаю по-другому я считаю что именно накопление сексуальной или половой энергии по-другому вот способствует быстрому превращению в отношении бога а то что они там воздерживаются но у нас специально введено целебат например но именно в христианстве особенно у католиков но это привод к извращениям особенно когда берут молодых монахов вот и заставляют их принять целебат но там черные монахи целебати обычно белые монахи у них все-таки семьи разрешены можно иметь семью но это православие а у этих католиков все запрещено это делается специально делается специально для того чтобы человек не развивался но кто хочет добровольно принять ради бога он целебат вообще был вынужденной мера это когда были магические войны и людей превращали в каких-то существ ну вот если недопрещенный человек например но я не видел это девочку рассказывает очевидцы значит она коса такая лицо ну женщина ну тело то ли собака то ли волк не понятно она недопрещена вот ее надо превратить обратно понятно что ей какие половые отношения нужен целебат если она будет размножаться не будут рождаться такие же полу люди полу волки когда таких вот неполных превращений было много во время боев бой это вообще когда убаюкивали а сражения когда они входили в раж для того чтобы превращать для того чтобы убивать вот но сначала первое время сначала превращали а потом уже убивать и рамак ввел это второзаконие в нашу наш канон вот потому что у Владимира своя ветка преобразования канона у нас своя была индусы объясняют отказ от ненужного секса аскеза от секса аскеза тем что инфернальные сущности питаются любой человеческой энергией а секс нужен только для зачатия ребенка и вообще индусы используют так называемый тонкий секс на духовном уровне тантра ваше мнение вот у меня противоположное мнение понимаете то что кушают всякие инфернальные сущности нашу энергию ну так и пусть кушают а мы будем расти и расти если мы много растем эта энергия они все не съедят подавятся вот дело в том что вот например когда происходит сексуальные контакты с инопланетными сущностями ну там они в основном все люди человеки да это у них у людей появляется необычайное состояние которое настолько семену что они готовы выскочить из своего тела или умереть и это происходит но потому что у них мощная энергия половая энергия она универсальна она созидательна и используют не только для того чтобы рождать детей вообще рождать разные сущности рождать новые виды ну все можно рождать того же самого джина который исполняет все желания но мы говорим сейчас джин вообще даралы назывались даралы можно воспитать вырастить он будет вам вместо Бога если вы сами не хотите достигать уровня Бога Бог ведь это бессмертие вездесточность и могущество практически во всех священных книгах определение Бога поскажите пожалуйста что такое хроники акаши ну это от индуизма идет то есть там где все знания но они расположены в воде можно ли заниматься силовыми тренировками на неедине там сила очень растет на неедине вот люди которые занимаются неединем они там потом не тягают ну это есть методы такие ногами руками обычный человек это не может сделать ну понятно они не поднимают вверх просто приподнимают скажите пожалуйста сейчас многих духовно развивающихся людей собрались переходить в пятое измерение за счет повышения своих вибраций нам назвали смерть другим словом переход в пятое измерение за счет повышения вибраций но за счет повышения вибраций да можно куда-то перейти но если говорить о пятом измерении там четвертом измерении но они ничего не скрывают эти наши захватчики нам навязывают ну называют просто такими благозвучащими названиями ну и люди клюют на это к сожалению переход он происходит по-другому не за счет того что вы выросли духовно вообще ведь что такое пробуждение они говорят да вот как раз пробуждение связано с тем что люди реально перестают спать они пробудились мир меняется реальность меняется реальность меняется и в принципе люди уже не те что когда они спали а это все происходит на неедении и вот в действительности пробуждение это переход на неедение об этом не говорят в прямую но в реальности это так а если вы не пробудились собрались другое изменение все эти переходы они очень опасны во-первых можно перейти так что там слиться с каким-то твердым телом в полдриж подобно хотя мы видели и пятое шестое и седьмое и восьмое и девятое измерение но не значит что туда нужно переходить видеть это одно мы переходить туда совсем другое нету зуб отсутствующие вырастает но насчет вырастания зубов пока еще данных не я думаю что вырастают но вот то что пропадает корреспонденте все прочее это имеет место быть случайно познакомилась не тяни нам богатый человек но не сильно это голова не настолько что скрывать голову под всякими головными уборами так как люди обращают внимание он утверждает что является потомком древнего рода горит что вы дать древние знания полученные от бабушки можете такое быть стоит ли опасаться да нет не стоит они сейчас мирные но египет уже был под под антами и вытянуто голову них в музеях посмотрите у них у всех черепа на такие вытянутые но это анты мы когда встречались со снежными людьми а это снежные люди вот которые здесь живут у них тоже вытянутые черепы почему хохлами звали сейчас хохлами зовут там кто живет там раньше было в византии тоже то что они знанием да у них много что есть у нас пресс много существует или православные хранители руси как они влияют на сохранение нашей страны до существует ну кстати говоря раскрывая секрет они считаются хранителями это жрицы яви которых называют яв я рей и рей это должность и но сейчас их евреи называют в действительности они хранители не с ними общался но это полупрописные они в нашем обществе и кстати говоря ни один такой нет на такая была у меня встреча один помню канон представляете канон помню но я к нему не подписался потому что всю книгу запомнить невозможно для меня в всяком случае почему символ власти наших захватчиков глава орел 3 голова для тела но и анты не люди птицы то символ просто 3 гола отлетела когда в византии стал императором владимир который в принципе потом объявлен войну и римской империи ромейской поэтому они убрали эту голову правильно я понимаю что планета файтон та же идея и что в день переселились бежали на землю спасибо значит иудея на возникла после переслава и иудаизм вообще это те кто проповедовал физическое бессмертие в нашем физическом теле это собственно наша старая вера которая сюда прописана в каноне было ну потому что нас заставили принять перевоплощение вот кто не принял его это были иудеи как раз жителей они названы так в честь того что их крестили идея поэтому идея а то что где но у нас вообще везде жили люди на всех планетах это они понятно что поменяли свой облик цвет кожи поменяли потому что там жили рождались умирали снова жили идея тоже подскажите пожалуйста какое отношение луна оказывает нашу землю почему многие культы сейчас прославляют луну вообще лунный кольт идет с луны потому что она была захвачена захватчиками венера была захвачена захватчиками она же назывался афродиты откуда слова африка происходит живут как раз захватчики земли но и венеры тоже и венеру уничтожили мы уничтожили видео ну наши предки там сейчас в общем то температура 400 градусов и давление 90 атмосфер но почему прославляет нам потому что у нас многие с луны прибыли и захватчики тоже наши рептилий много среди людей у них легко отличается у них как правило щелевидный зрачок каким образом возможно получить свойства фрукты его вообще не употребив его мы положить его с собой есть метод процесса который в общем то не обязательно пить и кассу достаточно положить чтобы она попала ваше биополе рядом например и во сне не все он такой же воздействия имеет какие если по его приняли внутрь что вы думаете о пророчестве арабов что палец и что апокалипсис не наступит пока не зацветет на их территории пустыня пустыня зацвела двадцать третьем году выходит мы не просто в двери а уже наступили на порог ну то чтобы захватчики нам готовили к апокалипсис с этими вот землетрясениями но уже близок рассказать просто про плата по тарана кто там жил и что случилось с этой цивилизации ну по поводу жизни ну там и атланты жили великаны жили исполин как называть еще титаны но это в разные времена плата по тарана вот интересно это озеро лама но не то которая находится на кольском полуострове а то который находится в сибири на севере там расположен у нас космодром инопланетные не туда прилетают абсолютно все цивилизации он здесь они набирают воду у нас вот и оттуда но это мне на планете они сами горели когда с ними встречался вот там можно улететь любую точку нашей галактики и даже во вселенную другие галактики то есть это у нас типа станции недавно попался ролик кашпировского повязки кони вообще-то думаю не из хорошо как вы думаете он работает на кого видите луна она интересна тем и мы ее можем использовать своих практиках она интересна тем что у некоторых растений например у иван-чая синтез происходит при лунном свете и вообще иван-чай это мистическое растение которое несет наши мистические способности лунан этому способствует мы можем использовать луну конечно но когда мы говорим о лунном культе и борьбы солнечного лунного культа мы говорим о борьбе цивилизации о борьбе их культур а сам в общем-то само светило но помогает на может помогать нам вы говорили что свекольный сахар убивает раскрывшиеся возможности это касается только свекольного или тростникового пановый и прочих сахара тоже решает возможности вот берем у нас видите сахара сахару рознь вот свекольный то есть соединение фруктозы и глюкоз который для своего расщепления требует инсулин кленовый сахару наш был кленовый сначала сахар вот он не требует расщепления инсулина потому что он состоит тоже из глюкозы и фруктозы но они не соединены между собой вот только со страстникова значит по него не могу сказать он это не беру существует конечно сейчас по ней все засекречено это уже сразу говорит что она существует то пиво которое продается как без алкогольная она действительно таковое вообще пиво это принципе для того бы было чтобы создать контакт души и нашего сознания для этого было пиво оно повышало резко потенциал человека и он становился способным общаться с душой как определяли раньше минуту рождения по каким часам ведь обычный сын могут спешить или отставать как раньше точно определить минуту и какие вообще хронометром они пользовались таким теми же и пользовались те же минуты те же часы часов ведь было много то и мы сейчас считаем что раньше не было часов кулибин сделал часы которые они хранятся по моему выраженной палате где движение происходит планету движение земли и часы циферблат попробуйте сейчас сделать такую конструкцию а у нас ведь левшей было очень много не только кулибин было сообщение что 12 февраля делегация уганды во главе с послом африканского государства посетила крепиковский район цель выстраивания отношений сотрудничества им понравился район фабрика не является чиновники приглашены с ответным визитом является ли опасным такое сотрудничество опасным для нас не является ли такое сотрудничество началом захвата руси африканскими цивилизациями на африканской они не отсюда вот там и сириус но в основном сириус но и орион тоже присутствует вот догоны собственно греута представители сириусу вот нам говорят что там рабов вывозили на в америку с африке якобы в действительности именно африканцы захватывали американский континент но их них люби остались и северной америке и мы в южных тоже хватает и они сюда высажены именно для того чтобы подготовить захват на старом грибе нового не забрали на голова быка не слезли бычеглавов позже к этой голове присоединился орел с крестиком в клюве что это все значит но это и значит что сначала были бычеглавы потом захватили молдову молдова жена ромея к румынам относится румына это римская ромейская империя поэтому там орел и вычего и бычеглав могут ли слипнуться кишки при неедении но этим пугают да но я пока ни разу не слышал что по кого-то они слиплись почему по выгибают люди в горах похода со снаряжением или просто вышли на прогулку и заблудились не нашли дорогу обратно по роду службы была свидетелью как человек с группой в количестве больше ста человек бесследно исчезла в горах только был здесь и как в воду канал искали много месяцев так и не нашли благодарю на нему ты уйти в поле на пространство там портал открылся а вообще все такие несчастья происходят когда вы не спрашиваете разрешение ледите в горы в лес или еще куда-то на середине два года не могу отказаться от соли морская из магазина пользу или вред и подскажите просто где достать соль содержанием калия но это вот соль ахиллес сликамский которые делают тут видите какая ситуация в соль сейчас начали подмешивать всякую гадость якобы для того чтобы она не слешивалась а собираю эту гадость воздуховодов на всевозможных заводах ну и немного надо но она травит действительностью людей поэтому надо смотреть если вы свою работу с майником сразу смотрите есть эта гадость соли или нет сколько среднем нужно времени для перехода на неедине для тех кто не совет и если человеку 70 лет каковы шансы перейти на неедине да очень небольшие да и возраст тут мало влияет ну лучше конечно переходить сыроедение что посоветуете лечение щитовидки лечится ли многоузловой зонт постели посадили пить настойку из зеленых грецких орехов но это как правильный хватка и йода у нас же хватает вот а щитовидка на управлять печенью вот печень забита мозг требует от щитовидки что прибавил газу а вот она щитовидка она надрывается поэтому зубы начнет расти принимайте йод и чистите печень и все у вас пройдет некий зубов при переходе на ней если вас если вес падает как регулировать этот момент так и падает и хорошо дело в том что у нас ведь вот 80 процентов как мы уже говорили нашего веса составляют бактерии микробы всякие которые живут как наши клетки питаются за счет нас дышит за счет нас ну все у них полный пакет социальный вот если вы от них избавитесь 80 процентов да вот если вы 100 килограмм допустим весите я не говорю что вы все видите 100 килограмм обычно 70 килограмм легче считать 100 килограмм вот значит у вас 80 процентов не вашего веса у нас 80 процентов воды мы считаем что 80 процентов у нас вода то 20 килограммов сухого веса то если брать еще 8 процентов отсюда то получается всего 4 килограмм это нас уж вес понятно если мы будем весить мы будем пушинками но мы не в объеме сократимся мы сократимся именно в весе вы говорите что раньше дома не были с углами почему тогда старые дворцы на всей планете имеет прямоугольной формы кроме того индийская васту шастра утверждает что наоборот квадратная форма самая благоприятная форма для живого дома а круглый лучше для коллективных духовных собраний и действий да и те же виды горят и о том что в углах скапливаются отрицательные энергии они стягивают энергию на это же свойство только углов и есть способы его не детализовать но у полных форм ведь есть тоже своя энергетика вибрации влияние несмотря на углы ну если вы были на севере видели наши старые дома у них у всех закругленные то есть они не вытягивают из человека энергию то что в видах пишется но во первых они уже переписаны сто раз во вторых то что там скапливается отрицательные энергии это очень сомнительно какая энергия из человека такая там скапливается она не скапливается на просто выходит из дома у нас же дома вижу так отквались до бревно на бревно и вот сюда вот угол входила энергия но в эти места тоже входил другие они выходила поэтому то дом питал человека то что дворцы сделаны квадратные ну во первых они много раз реставрировали не всегда них и не все дворцы так вот сделаны во вторых это не наша культура и дворцы ну все эти готические прочие стиле они не наши там у них знания нету те целях которые нас охватили вы думаете что у них там ума палата и знаний не так много не знают ну как там переходить из одного пространства другое как становится там легким невесомым если вы лишите себя от этих всех паразитов но не паразитов всех пассажиров которые в нас вот встаньте на весы да вот человек стоит на весы и представлять что он легкий у него на 5 килограммов может поменяться вес а если будете весить не 100 килограммов а 50 допустим при росте метр восемьдесят такой все 50 можете чисто мыслью изменить вес и пойти по воздуху или по воде ака посох в том-то и дело что все чудеса начинается тогда до человек нет меня попросили найти пропавшего человека я вижу где он и что с ним сделать я написал людям в каком месте он находится но остальной информацию мне запретили говорить я пыталась написать уже много сообщений и стерла их все не не разрешает дать информацию сказали что мне прилетит а хотелось бы помочь что предпринять но этого захватчики кошмарят вот на действительности они наказывают если вы выдаете их не секрет и уезд всем благодарю кого же ночь спокойной ночи